здравствуйте все собрались что-то я вас плохо вижу вот так намного лучше сейчас я вам покажу научный но еще пока не популярный фильм о том как два интеллектуальных красивых и довольных этим джентльмена побывали в англии шоу а ю бюджетей полет прошел весьма удачно ну вот мы и лондоне вернее в лондонском аэропорту но это только пол маршрута нам еще нужно добраться до курортного городка под названием blackpool который находится в четырех часах езды отсюда какой ужас нас отвезли на вокзал посадили в поезд и сказали что добраться до города очень легко нужно всего-навсего сделать пересадку на пресс-тене и доехать до станции blackpool north мы так и сделали только вместо станции blackpool north мы вышли на blackpool плэшер бич поэтому нас никто не встретил а это наше скромное обиде это хозяюшка это соседушка с подозрительно счастливым лицом к чему бы это картинная галерея кипы вещей и множество всякой техники здорово отец упорно следил за чистотой в доме и самое интересное что ему это удавалось семейная трапеза очень вкусно а тут живет наша овчарка свирепое животное просто она болела много и потому такая маленькая но характер все тот же зверский в данный момент мы направляемся к подпольному входу в цирк всем всем откройся это латси тамаши я вам о нем позже расскажу а это снова наш соседушка геннадий все такой же веселый и жизнерадостный это парадный вход в наш цирк до начала представления артисты развлекают публику на свежем воздухе это полезное для организма занятие называется раус каждый выпендривается как может а то все уже устали и хотят спать как вы уже догадались мы находимся внутри цирка шоу уже началось все представления геннадий упорно жонглировал папа падал униформа тоже папа опять падал я ему активно помогал гена ещё и прыгал короче, все выкладывались наполнил но не будем больше о грустном хо хо хохо хохо хо ха хохо хохо х хохо 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 ххо а а аааа! Вот это уже намного веселее, потому что это парк, в котором стоит наш цирк. Вернее, это их цирк, но мне на это глубоко наплевать. Набор аттракционов тут очень приятный. Водокат, карусель, сувенир необъятный. Скачки. Стычки. Арабские штучки. Страшилки. Кошмарки. Ужасалки. Рыбинзонки. Громадные горки. Мелкие автогонки. Черепашонки. Еще одни гонки. Старая фигня. И мертвая петля. А это золотая пещера. В ней очень сырая атмосфера. Ну и, наконец, игровые автоматы. Говорят, они излучают токсины и нитраты. На этом наша экскурсия завершается, так как парк закрывается. Ну, пора прогуляться по городу. Посмотреть на его окрестности и угловатости. Это наш любимый овощной магазинчик. С фруктами и хозяином. Магазин и груши. Тут их столько. У любого нормального ребенка крыша уедет. А у таких, как я, еще и задымится. Свет мой, елочка, скажи. Да всю правду доложи. Внутри полным ходом идет подготовка к Рождеству. Ну и правильно. 24-й месяц. 10-е число. Рождество совсем на носу. Квиксей. Продовольственный магазин, в котором мы капитально отоваривались. Нас здесь особенно запомнили после того, как отец, попытавшись поставить обратно лишнюю тележку, вышел через вход и включил сигнализацию. А теперь давайте перенесемся в центральную часть города. Золото. Ха-ха-ха-ха-ха. С 50-ти процентной скифкой. Золото, конечно, хорошо, а двухэтажный трамвай лучше. Мы на нем потом обязательно прокатимся. О, русские. Папа и семья Цитко. По именам, к сожалению, никого не помню. Скоролист, то есть склероз замучил. Клуб Чаплинов. Тихий и черно-белый. После клуба в глазах заметно потемнело, но цвет не пропал, потому что в этот момент в городе включили иллюминацию. Все стало до ужаса ярким и красивым. И мы живем в небе, в нашем белом суббарине. Мы все живем в белом суббарине. Белом суббарине. Белом суббарине. Ну вот, как и обещал, домой мы поедем на двухэтажном трамвай. Мы уже заняли почетные места на самом верхнем этаже трамвая. С нами вместе едут настоящие венгры из нашей английской программы. Спускаемся с небес на землю. Мы все живем в белом суббарине. При выходе из вагона не забывайте свои вещи. Опересно. Двери зачиняются. Наступна запитка. Бансально. Прогулка завершена. Никто особо не пострадал. Все довольны и счастливы. Тауэр. Башня, внутри которой находится капитальный цирк. И как потом оказалось, в нем тоже работали артисты, разговаривающие на нашем родном и, я надеюсь, любимом языке. А эти лица вам уже знакомы по прошлой вечерней прогулке. Семья Цитко оказала нам радушный прием и провела в цирк подбольным путем. Тут такие катакомбы, лабиринту Минотавра делать нечего. Никакой клубок не поможет выбраться. Даже Мулинекс. Фуф, все-таки выбрались. Слава Тесею. Это их гардеробная. Здесь они переодеваются на работу и угощают своих любимых гостей. То есть нас. Гости, это, конечно, очень весело, но и о работе забывать нельзя. Нельзя о ней забывать. Нельзя, я сказал. Вот так-то лучше. Теперь давайте посмотрим фрагменты их номера. Выступают Александр и Валентина Цитко, Их партнер Виталик и родной сын Саша. Весь номер они работают вверх тормашками. Это немножко странно, но очень весело. У них в номере есть даже элементы корейских игр. Или нанайских. А, все они на одно лицо. А тут уже не до игр. Нервных попрошу удалиться из комнаты. И, наконец, самая ответственная часть номера красивый уход. Еще один рабочий день закончен. Классно! Я бы даже сказал здорово! Все! Довольно сырых и мрачных коридоров. Да здравствует свежая и горящая улица. В переносном смысле, конечно. Ну, пора попрощаться с семьей Цитко. Вот уже их трамвай подошел, который довезет их прямиком до отеля. Упс! Это был не их трамвай. Что в переводе означает «Газета мирового развлечения» под названием «Остановка». Честно говоря, она не имеет никакого отношения к этому сюжету. Просто красиво написано. Итак, мы находимся на фуршете, где собрались деятели искусств Блэк Пула. Артисты цирка, театра, вриэте. Короче, все сливки общества. О! Это же мой папа, Робби и Лаци Тамаши. Помните, я обещал вам о нем рассказать? Так вот, я соврал. Некогда мне. А это крутая дискотека, которая находилась в следующем зале. Здесь все сливки общества от чрезвычайно частого дергания и дрыгания превращались в масло общества. Но мы и без этого как сыр в масле катались, поэтому решили, что русским цирковым самое время отсюда спокойно и красиво удалиться. И время для этого действительно оказалось самым подходящим. До свидания, до свидания, всего доброго, приятно было познакомиться и пообщаться. Но Пасаран, Родфронт, вот она, долгожданная свобода. Ну и наконец заключительная сюжетная линия о днях рождения, которые свалились на головы некоторых наших знакомых. На первом месте стоит Света, жена нашего жизнерадостного соседушки Геннадия, наша кормилица. Мы бы без нее с голоду окочурились, потому что папа, кроме бульона, ничего не хотел готовить. Гена специализировался только по тушеной капусте, а меня вообще никто близко к плите не подпускал, дабы я ничего не подорвал и не сжёк. Ну, за здоровьем! Happy Birthday, Светлана! Перед уходом я просто был обязан заснять стены и хозяина ресторана, в котором Света в очередной раз родилась. Следующий именинник Сашка, сын главы семьи Цитко. День рождения был отмечен в узком кругу в небольшом отеле, где они жили и существовали. Happy Birthday, Александр! А это юбилей Рима, нашего главного униформиста. Праздник все отметили по цирковому на конюшне. Папа по многочисленным заявкам состряпал шашлык. В целом получился неплохой шведский стол. После трапезы все уселись в кружок и долго беседовали и веселились. хэппи бодзей Рим. Моего отца с днем рождения поздравили прямо в манеже. Это была моя идея. я еще хотел устроить салют и таракань и бега, но это забраковали. Поэтому пришлось просто отметить праздник в нашем вагончике. хэппи бездэй дари. Ну вот и все. Моя история подошла к концу. Кстати, пока я вам все это рассказывал, уже давно расцвело. Так что мне пора. Всего доброго. Да, если вам понравилось, вы можете еще посмотреть. Я тогда камеру включенной оставлю. Bye! 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 Bye!